Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в очередной серии проекта «Хочу свой дом» будем разговаривать о таких вещах, как планировка, подготовка, подсыпка участка перед будущим возведением дома. Небольшое информационное видео, надеюсь, будет вам полезно. Давайте начинать. Поехали! В общем и целом, дорогие друзья, будем говорить, соответственно, все как есть, без всяких прикрас и украс. Я сейчас нахожусь возле нашего участка в Республике Крым. Это, соответственно, пригород Феодосии. И прямо рассказ буду начинать с дороги. Вот эта дорога, которая перед вами, соответственно, появляется, также в ту сторону, без каких-либо проблем, она, естественно, не оборудована, она не асфальтирована, как вы можете видеть, и она не отсыпана. Дорожное покрытие – это глина, естественно, если вы приобретаете на юге России участок и будете строиться или уже строитесь, вы понимаете, с какими проблемами можете столкнуться в этом моменте. А проблемы следующие. То есть, если вы хотите проезжать сюда безболезненно вот на таких легковых автомобилях русского производства, иномарки, соответственно, вы должны понимать, что за сушливую погоду, то есть, когда не идут дожди, вы это сделать сможете. Если пойдут дожди, вы сюда проедете только на, ну, в принципе, Ниве, если это рассматривает бюджетный вариант, вы должны понимать, что вы должны разговаривать с соседями, общаться с ними. Естественно, в будущем это все дело будет отсыпаться для того, чтобы нам вот с того въезда сделать хороший, грамотный въезд. Вот эти соседи, которые боковые, должны скинуться, мы должны скинуться сюда, примерно распланировать. Соответственно, все это дело усыпать щебнем, что-то может быть в каких-то моментах дополнить, оттрамбовать. Ну, в общем и целом, это все ложится на плечи вас и ваших соседей. Далее, мы разговариваем про участок, про то, как стоит подготовиться перед строительством дома. Вот сейчас строители могут нам сказать спасибо, они нам это уже сказали не раз, и мы сами довольны, мы сами себе спасибо сказали по одной простой причине. Смотрите, друзья, так как у нас проект непосредственно дома с сип-панелей, естественно, на сваях, свай на буронабивные сваи, соответственно, он находится немножко на возвышенности. Перед тем, как строится, посмотрите, приедьте на ваш участок, визуально оцените, находится он в низинке, повыше, над уровнем дороги, как находится. И, естественно, вот почему я начал свое повествование с дороги. Когда-нибудь эта дорога будет отсыпаться, вот когда-нибудь и будет. Но если вы не подумаете об этом и не сделаете подготовительные работы перед началом строительства в зоне пятна застройки будущего вашего дома, вы в будущем просто-напросто будете, дорога будет отсыпана и будет выше, и вся жидкость, вся вода будет непосредственно заходить вам на участок, что создаст вам, ну, в общем, неприятности, согласитесь. То есть, первое, что вам надо сделать, это первый хороший грамотный совет. Если необходимы подготовительные работы в плане отсыпки, расчистки, выравнивания, поднятия и вот этих всех моментов, сделайте и подумайте об этом до начала строительства. Как поступили мы? Так как у нас дом на сваях, мы не хотим, чтобы под сваями у нас находились какие-то моменты по растительности, мы не хотим, чтобы у нас под сваями находились какие-то животные, змеи, пауки и тому подобные, скажем так, прелести нашей природы. Мы приняли такое решение. Почти уклона в пятне застройки у нас нет, то есть там 4 сантиметра перепад по высоте, это считается ровным участком. Но мы, во-первых, после того, как нам залили сваи, после того, как они, как раз-таки у вас будет время порядка 20 дней до начала следующего этапа выведения обвязки, то есть для того, чтобы у нас раствор этот, соответственно, бетон этот весь встал, у вас есть вот как раз-таки вот это время, когда вы можете взять и сделать то, что сделали мы. То есть мы купили обычный рубероид, купили машину щебня, в нашем случае щебень грязный, то есть не промытый, но он очень хорошо именно для отсыпок подходит. Почему? Потому что он там с примесям отсева, с примесями еще каких-то фракций, и получается, что когда попадает жидкость на ту поверхность, где установлен, то есть рассыпан этот щебень, он, получается, связует это все и получается очень хорошая, типа, поверхность, которая, конечно же, не асфальт, но для отсыпки, по крайней мере, на этапе строительства это очень-очень хорошо. То есть у нас под участком, как вы поняли, лежит рубероид, рубероид засыпан перед рубероидом, вот сначала засыпан непосредственно вот этот грязный щебень, потом уложен рубероид и сверху опять засыпан щебень. Во-первых, а, и также у нас несколько сантиметров от дома это все дело происходит для того, чтобы можно было подойти. Почему? Потому что начал я разговор с этой дороги, потому что если пойдет дождь, мы будем с вами ходить, и все это дело будет наматываться на ваши кроссовки, ботинки, сапоги, герзовые сапоги, без разницы, в чем будете находиться, вся эта грязь будет липнуть, вы будете все нести на стройку, все будет грязно, вам будет неудобно работать, вам, как и заказчикам, будет неудобно передвигаться на участке, поэтому у нас все пятно застройки засыпано, предварительно засыпано этим щебнем. Да, в будущем все совершенно поменяется, то есть будет уже другой щебень, уже будет другая система под плиточку под уличную, да, и ну вот на данном этапе именно это и нужно. Так как у нас участок, еще раз повторюсь, практически ровный, вы можете обратить внимание, что с этой стороны у нас находится остальная часть участка, и вот это вот все сейчас не трогается, только потому, что мы ждем установку биостанции, мы ждем установку биостанции, и смысла сейчас это все развозить грязь, мы в планах, как только поставится биостанция, сюда мини-трактор загоняется, или мини-какой-то погрузчик, в общем спецтехника, которая вскопает верхний, взбаранует верхний слой земли, уберет вот эти все колючки, чтобы на будущий год у нас не было никаких проблем с растительностью, и у нас участок после установки биостанции-септика будет, в принципе, подготовлен к будущему сезону. Далее, если у нас, то есть первый совет, если вы строите дом на сваях, без разницы по какой технологии, если вы применяете свайно-винтовые или буронабивные сваи, обязательно подготовьте, это недорого по стоимости, рулон стоит, ну в общем, смысл в том, что у нас обошлось это там в 3,5 тысячи рублей, именно сам материал, плюс 15 тысяч машина этого грязного щебня, итого 18 тысяч, труд, а, еще вот тележку купили за 3,5 тысячи рублей, соответственно, 21 тысяча и подготовительный этап в плане под домом у нас чисто, рядом с домом у нас чисто, пойдет дождь, подъехали машины, подъехала разгружаться машина, у нас чисто, СИП-панели складируются у нас чисто, вот это очень важно до того, как вы начали строительство, до того, как вы начали возводить дом. Далее, какие еще подготовительные этапы вы можете произвести? Спланируйте, нарисуйте, где у вас будут коммуникации, или они уже есть, соответственно, эти моменты тоже очень важны, я вам сейчас покажу, как это происходит у нас, то есть, если у нас дом находится, пятно застройки здесь, коммуникации здесь, соответственно, гидроузел, сюда приходит центральный водопровод, питьевая вода, отсюда, под землей, так как это южный регион, отсюда у нас прокопаны траншеи, посажены примерно на глубину две лопаты 40 сантиметров, подведены под дом примерно вместо санузла, в местах, где будет, соответственно, вывод на санузлы, и это все уже после этого засыпано щебнем. Также это касается канализации. Подумайте над канализацией до строительства, потому что, ну, согласитесь, если бы мы сейчас, допустим, а, у нас же есть канализация, но кто будет копать под домом? Никто. Это именно происходит в тот момент, когда вам уже установили сваи. То есть, если вы строите дом из сип-панелей, подводку, разводку, отсыпку, вы делаете до того, как начали общие строительные работы. Вот, в принципе, и все. То есть, по сути, если нужно поднять дом, об этом очень, это так банально просто, но об этом люди просто не думают. Если вы хотите, чтобы было все по уму, делайте это до того, как настанет пипец. А пипец настанет рано или поздно, в любом случае, потому что даже мы, с учетом, что мы хотим везде перебздеть, некоторые моменты можем упустить. Какие, например? Пишите в комментариях. Вот я сказал про моменты, которые мы могли упустить. Естественно, многие из вас умнее, мудрее, опытнее нас. Поэтому, если вы посмотрите это видео, и какие-то моменты я упустил и не сказал, обязательно напишите в этом в комментариях, потому что другие, кто посмотрит, обязательно прочтут этот комментарий и будут еще умнее, и еще будут подготовленнее перед строительством дома. Поэтому ставь лайк, если полезное видео, два дизлайка, если не полезное. Ну, а как же еще поступать? Пиши, Дональд Дак, если досмотрел до этого момента. Ну и совсем скоро увидимся, потому что дальше будет еще интереснее. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok